Обломки России. Так называется выставка, которую открыли в Днепре. Там можно увидеть боеприпасы, оккупационных войск, а также обломки вражеских беспилотников. На выставке можно купить сувенирную продукцию и таким образом помочь украинским военным. Подробнее расскажут наши журналисты. Это хвостовики от мин. Это хвостовики от миномета. И это тоже мина, очень большая мина. Это хвостовики от аккумулятивных зарядов. Это те, которыми стреляют из пушек. Николай показывает осколки российских срядов и рассказывает шестилетнему сыну Сергею, из какого вооружения россияне стреляют по Днепру. По мирным людям. Сам мужчина в прошлом военный. С первых дней агрессии в России, где ты играешь в войну. С первых дней агрессии ребенок играет в войну. Какое хорошее государство. Поэтому выставка необходима. Что это летит, он должен понимать. Что такое ракета, что такое танк, что такое БТР, БМП. Я ему все рассказываю, как от чего обороняться. На столах российские снаряды, превратившиеся в металлолом. Вот, например, ракета «Калибр». Такие Россия запускает из Черного моря. Вот эта ракета прилетела вместо дислокации наших военнослужащих. Носовая часть. Не буду говорить, куда она попала. Убила зайца. Эта ракета под Покров. Эта ракета под Покров Днепропетровской области. Она не долетела, почему-то упала. Что-то произошло. Ее спасатели подрывали. А это почти не поврежденные беспилотники. Типа «Гранат-4» и «Орлан-10». Их успешно перехватили украинские военные. Теперь они экспонаты на выставке «Обломки России». Наша цель – показать, что это металлолом и что его можно легко уничтожать. Отдельно на нашей выставке есть оружие. Оружие иностранного производства. Оружие, которое сегодня уничтожает танки. САУ, пушки. Уничтожает весь тот металлолом. Речь о джавелинах и иглах, которыми умело управляют украинские защитники. Еще одна цель выставки – сбор средств для украинской армии. Важно обеспечивать тепловизорами, обеспечивать ночниками. Но мы понимаем, что построить мобильный пункт разведки – это тоже очень важно, что увеличит мобильность на поле боя. Один из таких больших проектов – это 100 беспилотников, на которые мы сейчас начинаем собирать. А также обеспечение мобильностью. Это сбор на 100 пикапов. Чтобы закрыть эти вопросы военных, необходимы десятки миллионов долларов. Помочь удастся. И посетив выставку в Днепре. Вход, естественно, бесплатный, но сделать благотворительный взнос можно еще при входе. На выставке есть и сувенирная продукция, которую можно приобрести. Это футболки, бейсболки, наклейки. Вырученные средства направят в фонд «Вернись живым».